Турция послужной список Франции Президент Франции Эммануэль Макрон Источник изображения Зависимость НАТО от Турции бесит французов, говорится в статье И если другие страны, понимая тот факт, что без Турции Альянсу придет конец, пытаются выстраивать отношения с Анкарой соответствующим образом, то Париж ведет себя крайне вызывающе Автор делает экскурс в историю, чтобы показать, кто такая Франция на самом деле Турцию не любят на Западе, до этого никто и не ждет Однако есть одна страна, которая враждебна к Турции гораздо больше остальных За последние два года кризис между США и ЕС на почве НАТО научил Запад следующему Важнейшей частью НАТО является Турция Турция незаменима для НАТО О чем говорят сами США, говорит Германия, говорит НАТО Причина этих слов не в особой любви к Турции Все эти страны понимают, что если Турция выйдет из Альянса и еще больше сблизится с Россией, НАТО придет конец Что же касается беспокойства Франции по поводу НАТО, французов бесит то, что НАТО зависит от Турции Турция покупает С-400 у заклятого врага НАТО России НАТО вынуждена позволять это Французы сходят с ума Центральное командование США на Ближнем Востоке и в Северной Африке Особенно угрожает присутствию Франции в Африке Поэтому французы нападают на НАТО, предлагая создать европейскую армию в качестве альтернативы НАТО Хорошо, но кто такая Франция? Франция это империалистический режим, который многие годы эксплуатирует 14 стран Африки Она по-прежнему обирает эти страны, которым 60 лет назад якобы была предоставлена независимость И продолжает получать от них дань Франция страна, чья история за последний век изобилует геноцидами С 1945 по 1962 год французы убили 1 миллион алжирцев Основным участником геноцида в Руанде, в результате которого погибли 800 тысяч человек в 1994 году, тоже была Франция Когда упоминается рабочая партия Курдистана, РПК, Франция одной из первых приходит на ум Единственное, что остается неизменным в Париже, независимо от того, кто находится у власти Будь то правый Саркози, Левый Оланд или либерал Макрон Все французские президенты принимают в Елисейском дворце главарей террористической организации РПК Говоря о терроре, не нужно забывать об армянской секретной армии освобождения Армении Эсала, которая много лет совершала террористические акты против Турции Франция им покровительствовала Настраивать армянский народ против Турции Рассматривать утверждения армии на так называемом геноциде в качестве козыря И пытаться использовать его такую систему взглядов представляет Франция Когда речь заходит об ИГИЛ, запрещена в РФ примечание Вред, на ум опять же приходит Франция На сегодняшний день из этой страны прибыло больше всего террористов Которые присоединились к террористической организации в Сирии Если говорить о преступном режиме Башара Асада в Сирии, тоже вспоминается Франция Это та самая империалистическая сила, что обрушилась на Сирию в постосманский период При старшем осаде Хафезе Усаде ее влияние в Сирии достигла апогея Франция стала главной надеждой нусайритов Несмотря на то, что они составляют в Сирии меньшинство Сегодня в Ливане люди протестуют на улицах Премьер-министр ушел в отставку, но ливанский народ продолжает бунтовать Потому что желает смены режима, который совсем не на стороне народа А кто же инвицировал этот режим в Ливан в 1920-х годах? Конечно же, Франция Давайте не забывать о Ливии Франция вымогала деньги у Каддафи, а затем, чтобы не платить долг, поспешно атаковала Ливию Приложила руку к линчеванию Каддафи, а сегодня пытаются воспользоваться хаосом, сохраняющимся в Ливии по сей день Франция управляет такая идеология, что даже француз, выражающий несогласие с этой идеологией, сталкивается с таким же обращением, как африканец, мусульманин или турок Самый яркий тому пример восстания желтых жилетов, которое продолжается уже больше года Насилие, применяемое в отношении тех, кто протестует против существующего уклада во Франции, не знает границ 12 человек погибли, более 4,2 тысячи человек пострадали в результате действий полиции Более 12,1 тысячи человек были арестованы, а более 3,2 тысячи приговорены к тюремному заключению Французские СМИ, судебная система все время игнорировали нападение наделенной большой властью французской полиции Право на данный материал принадлежат и на СМИ Материал размещен правообладателем в открытом доступе оригинал публикации Материалы и на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции в АПК НЕМ